Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно сделайте это, потому что я стараюсь, снимаю для вас контент. Мне будет очень приятно видеть как можно больше подписок с вашей стороны. Так, у нас сегодня огромная порция цезаря, которую приготовила я сама. Я вообще очень люблю цезарь. Правда, не везде. Мне нравится именно из пекинской капусты, чтобы это было действительно сочно, вкусно, чтобы сухарики не были супер, знаете, такие жесткие. В общем, здесь у нас еще бутерброды с красной рыбкой. Мы недавно мариновали красную рыбку, и теперь у нас ее очень много. Мы прям кушаем ее очень много. Раньше я покупала готовую. А теперь мы научились это делать сами. Так намного выгоднее получается. Кто кушает вместе со мной, приятного вам аппетита. И давайте приступим. Я вот сыра не жалею. Вот прям дофига сверху добавляю. Чем больше сыра, мне кажется, тем вкуснее вообще. Частенько у нас здесь в ресторанах я замечаю, что готовят не из пекинской капусты, а просто обычные листья салата. И получается невкусно. И в соус, кстати, тоже использован цезарь. У нас и вчера дождик. И сегодня пасмурная погода. Подружка сегодня узвала с ночевкой к себе. Мне так неохота, честно. Такая пасмурная погода. Дождик. Не знаю, как вы. Я в такую погоду люблю просто обжираться и валяться где-то, как тюлень. И в зал перестала ходить. У меня просто закончился абонемент, и я дальше ходить не стала. Просто я подумала, что в апреле я очень много времени проведу в деревне. прилетает папа. Мне как-то вообще не до спортзала будет, потому что я не буду в боку. Кстати, наснимаю ваш любимый деревенский контент. Поэтому я решила в этом месяце абонемент не брать. И погода такая на улицу вообще выходить не хочется. Ну, как только папа уедет, я обязательно вызовну тренировки. Уже и погода лучше будет. Я не могу. Я вот в зале, например, купаюсь. У меня голова мокрая, а волосы длинные. Они очень долго сохнут. Либо мне где-то надо потратить минут 25, чтобы стоять и сушить волосы. Либо мне надо вообще не купаться. Но так как в зале я все-таки потею, наверное, обратно надо возвращаться уже с шапкой. А летом классно. Я как бы искупалась под душем. И уже даже с полувлажными волосами иду домой. Прошлым годом меня это очень спасало. Спасало в каком плане? Летом этим у меня было крайне подавленное состояние. Ты как будто, когда ходишь в зал, вот говорят психологи, вот идите в зал, когда вам фигово, вы спросите стресс. Это на самом деле так. Это очень-очень помогает. Если у вас сейчас в жизни черная полоса, какие-то плохие вещи, происходят, например, вас бросил парень, еще что-то, не дай бог, плохое, да, произошло, то идите в зал. Хоть, знаете, сразу результата нету, но в плане фигуры все равно ты себя чувствуешь краше, лучше, привлекательнее. Называйте это как угодно. Заляпалось. Хочу также поотвечать на вопросы, которые вы мне задаете в инстаграме. Посмотрите, сколько вопросов. А потом некоторые обижаются, что почему я не отвечаю. Смотрите, это просто бесконечное количество вопросов. Конца и края нет. Таиска задает вопрос Таиси. Вам огромный привет. Айка, привет. У тебя есть вредные привычки? Порассуждай, пожалуйста, на эту тему. Вредных привычек в плане курения или употребления чего-то нет. Я даже... Даже кальян, не поверите, но никогда в жизни не пробовала. Не то, что как-то я негативно отношусь, просто никогда не было желания. Сигареты пробовала. Еще когда где-то в восьмом классе училась. Попробовала, и мне не понравилось. Насчет вредных привычек, главная, наверное, привычка, от которой я очень хочу избавиться, это то, что я залипаю на телефоне. Мне кажется, я просто зависима от телефона. Сейчас у меня, слава богу, два телефона. у меня просто есть возможность один телефон поставить на зарядку, а со вторым играться. вы просто не представляете, насколько я зависима от интернета. Я стараюсь как-то побороть это в себя. особенно, знаете, вот эти шот с видео, рилс, потому что их надо листать, и постоянный телефон должен быть в руках. Например, ставя какое-то интервью или чей-то мукбанк на фоне, я могу параллельно что-то делать. Например, краситься, рисовать бумажные сюрпризы или еще что-то. Вот эти короткие видео, они реально отнимают очень много времени. Вот реально. Я стараюсь быть организованней. Помните времена олды на моем канале, когда на моем канале каждый день выходило по два, а то по три ролика? Я просто вспоминаю себя и вспоминаю себя сейчас. Я понимаю, что я могу больше. То есть, если правильно организовать свое время, то я могу успевать намного больше. Я постоянно себя из-за этого ругаю. Чем больше мы заняты, тем больше мы успеваем. Но интернет, это вообще... Я просто представить не могу, как мы раньше жили без интернета. Тогда, правда, главным монстром был телевизор и холодильник, наверное. Но все равно... Раньше мне мама говорила, не залипай в телефоне, сколько можно. А сейчас мы как бы с мамой в разных комнатах. Она в своем телефоне, я в своем. Слава богу, в интернете появляются какие-то помехи. Наш Wi-Fi нужно выключить, включить. В какой-то момент я понимаю, что интернет не работает. В этот же момент мама об этом понимает. Потому что поток информации, который мы получаем из интернета, он резко прерывается. мы такие с мамой не понимаем, что происходит. Выходим в коридор и понимаем, что, оказывается, надо выключить, включить. Я замечаю, что не только мы так. Многие так живут. И мне в кайф так жить. Просто я понимаю, что есть какие-то дела поважнее, которые нужно сделать. Если я это не сделаю, мне никто не принесет деньги. Поэтому нужно как-то себя организовывать. Еще я такой человек. Возможно, просто у меня работа такая, знаете, творческая. как-то у меня что-то плохое происходит. Я как-то ухожу в себя. Если меня что-то беспокоит. Но я могу, например, никому об этом не говорить. Даже маме. Я просто не вижу смысла порой маме говорить о том, что, например, меня оштрафовали. за то, что отчет по налогообложению я сделала не вовремя. Или мне заморозили карточку. То есть я просто не вижу смысла делиться своими проблемами с мамой. Она мне помочь как-то, но как бы не сможет. просто так, чтобы она тоже сидела, переживала. Я сижу, переживаю. И она сидит, переживает. Ну, какой смысл в этом? В общем, мне бы хотелось себе поменять. Я считаю, что это вредная привычка на самом деле. Просто больше времени проводить оффлайн. Это, естественно, влияет и на зрение. Очень пагубно. Но у меня всегда для себя и окружающих есть оправдания, когда мне люди говорят, сколько можно сесть в телефоне. Я говорю, это моя работа. А мне надо следить за другими блогерами. Но на самом деле это не работа. Это просто образ жизни. Мне нравится за кем-то наблюдать. Интриги, расследования, кто кому изменил, там, что произошло, как, что. Дом 2-то, я смотрю, тоже не от большого умственного развития. Ну, ничего не могу с собой поделить. Ну, интересно мне. Вот поэтому главная, наверное, привычка вредная, от которой я бы хотела бы избавиться, это залипание в телефоне. Мама, это сериалы. Причем сериалы российские мелодрамы, в которых такой примитивный сюжет. мне маме говорю, давайте я включу фильм, ты просто офигеешь, насколько это интересно. Включила я Riverdale. Мама так немножко посмотрела. Говорит, нет, мне нравится мелодрама. Я говорю, ну, раз нравится мне то, что мне не жалко. очень вкусно получилось. Очень часто задаваемый вопрос, держу ли я пост и почему я его не держу, потому что вы видите, что в дневное время я кушаю. Да, я не держу пост, хотя надо бы. Но у меня не хватает силы воли, честно. У меня такое ощущение, что я умираю от голода. И мы взгородим это очень сложно. Для меня, по крайней мере. Но, опять же, я с большим уважением отношусь ко всем, кто держит этот пост. Когда я вижу в комментариях, что девчонки пишут, эка, мы держим пост и смотрим тебя, я думаю, блин, какая же это катерика. У меня такая, знаете, сразу такое грызение совести. Я думаю, блин, вечером, что ли, выкладывать видео. Но, с другой стороны, я понимаю, что человек, который держит пост, он может также смотреть мои старые видео, вчерашние видео, например, во время, во время, как поститься. честно, меня восхищают все люди, которые держат пост. Я даже в шоке от того, как много людей это делают. Мне почему-то, либо мне так кажется, но с каждым днем, мне кажется, все больше и больше людей держат пост. там смотрю моя одногруппница в инстаграме каждый раз выкладывает, как она, на ифтаре. В универские годы знала бы я, что она будет держать пост, я бы была вообще в шоке. Даже сейчас я в шоке, что она держит пост. Моя племяшка, прикиньте, один день держала пост. Умничка. Сейчас я начну писать один день неправильно. Нельзя. Ну, хоть один день. Ребенок сам захотел. Сам пришла к этому. Люди, которые держат пост, они это демонстрируют в соцсетях и хочешь, не хочешь, мотивируют других людей. Возможно, я себя внушила, но у меня почему-то какая-то зависимость в еде. Я вот реально настолько люблю вкусно покушать, вот настолько люблю. Я вот читаю, что это одно из главных удовольствий в нашей жизни. Это прям вкусно покушать. Особенно, когда ты голодный и ты ешь что-то вкусное. Да нет, когда ты голодный, даже вот огурчик, он по-своему вкусный, согласитесь. Даже, не знаю, любая помидорка. на самом деле, кажется, что здесь мало, но это форма для запекания. Здесь немало. был цезарь, был цезарь, нет цезаря. Как пройти мимо этих классных бутербродов? Никак. Сильвия задает вопрос. Думаешь, добавить миллилитры в губы? Насчет моих губ, они, кстати, немножко поддулись. У меня есть просто замечательный косметолог. она, ну ты, я так рада, что я ее нашла. Она даже, когда мои истории смотрит, говорит, надо чуть-чуть добавить. Я тоже чувствую, что надо, но я всегда стараюсь что-то делать в себе, что не сильно заметно, то есть максимально натурально, чтобы это было. одна бывшая участница Дома 2. У нее такие достаточно большие массивные губы. Я была подписана на нее, смотрела ее историю. Она такая говорит, вот вы меня все обзываете губастой, потому что у вас нет денег сделать губы, а у меня есть, я сделала себе губы, вы мне завидуете. Почему все тонкогубые завидуют, пухлогубые? Так вот, я вот с этим не согласна, что хейтеры пишут это из-за того, что у них нет денег на это. Когда ты делаешь все натурально, более-менее красиво, эстетично, никто тебе ничего плохого не пишет. Например, меня один период я переборщила с губами, еще плюс один период был отек, но люди мне объяснили, что это отек. Мне люди уже начали писать, что ужас. я сейчас пересматриваю эти видео. Реально, когда я кушаю с такими огромными губами, это как-то неэстетично, это как-то некрасиво, быть честным. Поэтому какие-то сильно большие не хочу, но чуть-чуть верхнюю губу поддобавить хочу. я поела, наелась, действительно было очень вкусно, несмотря на то, что порция цезаря была достаточно внушительная, все равно я доела до конца, потому что действительно было очень вкусно, и видео получилось очень длинное, как я не люблю длинные видео. Прикиньте, 28 минут надо будет повырезать. На этом все, мои хорошие, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!